Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами передача «Лаврские встречи» и я, ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня я рад нашему гостю. Это певец из города Санкт-Петербург Сергей Зыков. Здравствуйте. Лауреат международных конкурсов. Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, батюшка. Очень рад быть у вас в гостях. Давно уже скучать начал, можно сказать. Последний раз мы были с вами, наверное, года два или три даже назад, да? Два. Но иногда мы где-то пересекаемся на сценах мельком. Мы все время пересекаемся на сценах, да. Мы пересекаемся даже не сами, а косвенно, потому что пересекаемся еще и с друзьями общими. Вот недавно Пашу я встретил из группы «Август». Мы прекрасно с ним провели время и вспоминали о вас. Он тоже участник нашей передачи. Вообще, через нашу передачу прошло, не знаю, сколько. Больше трехсот, наверное, передач. И это уже девять лет передач идет. Ну, получается, весь бомонд питерский. И я так строю передачи, что можно, бывает, проследить рост, тематику человека. Потому что в одну передачу ничего не вместишь. Это хорошо. Я поэтому и согласился. Думаю, надо понаблюдать за моим ростом тоже, чтобы у вас показаться. Ну, я знаю, что, Сережа, ты искренний человек с чувством юмора. И сегодня оно, сегодня так не особо мы не сможем так поюморить. Потому что тема серьезная. Ну, мы к ней с вами пришли когда? Когда мы участвовали в одной акции, которая называется «Подвигу твоему Ленинград». То есть мы вместе были на этой акции. И, собственно, песни, которые я тогда исполнил, ну, вы, наверное, решили, что было бы неплохо, если бы они... Да, у меня просто как осенило. Мы живем в Петербурге. Город-герой, переживший блокаду. И мне показалось, что было бы очень уместно, вот, тем более... Посвятить этой теме передачу. И очень хотелось еще тебя послушать. Я все время очаровываюсь, так сказать, твоим пением. Спасибо большое. Такого пения не хватает просто. Сейчас другой формат. Но я твой... По старым, можно сказать, канонам пытаюсь сохранить. Ну, на самом деле, таких певцов у нас очень много, и тем более в Петербурге. Людей, певцов, то есть приверженных, так скажем, какой-то каноническому исполнению, значит, вокалу и подаче, актерской, сценической подаче. Их много. Просто сейчас мы, да, действительно, как ни формат, ни удел. Ну, ничего страшного. Мы живем прекрасно. У нас всегда есть свой слушатель, у нас есть свои сцены. Мы выступаем, мы гастролируем, так что все хорошо. Просто ты трудишься. Ну, мне кажется, так... И держишься на плаву. Так Господь нам и завещал. На плаву. Нам Господь так и завещал, что ничего не будет вам, ничего не должно быть просто. Да. Нужно хлеб свой добывать в поте, да, и в трудах. Господь дал тебе дар, ну, пепческий. Поэтому тема у нас сегодня блокадный Петербург. Блокадный Петербург, да. Ну, Ленинград, блокадный Ленинград. Ленинград. И я знаю, что ты сам сочиняешь темы, песни, стихи. Ну, вот да, вот как раз те две песни, которые прозвучали тогда на этой акции, это мои авторские песни. Одна песня называется «Я снова там». Вот. Эта песня написана и музыкой, и стихи. Вот. А вторая песня, она из стихи Степана Кадашникова. Называется «Она летела с фронта похоронка». Вот. Это песня, которую невозможно просто так слушать. Невозможно. Да, в ней совершенно потрясающий... Все время, сколько не слушаю, я содрогаюсь. Потрясающий совершенно сюжет, совершенно неожиданные образы. Да. У меня, кстати, ну, когда слушатели, зрители наши посмотрят, эту песню услышат, вы поймете, в контексте чего я сейчас скажу. Дело в том, что мой друг, да, какое-то время не понимал эту песню. Он говорил, ну, что же так, ну, почему вдруг похоронка так быстро дошла? Я говорю, ну, что же ты, это же образы, это же поэзия. Здесь совершенно суть в другом, что даже в самую последнюю секунду он отдает ее, эту секунду, для того, чтобы приблизить миг победы. Он отдает свою самую последнюю секунду, свой самый последний вздох он отдает ради победы. Это совершенно потрясающий образ, это удивительные стихи, которые меня зацепили моментально. Я буквально, я их прочитал, и через полчаса у меня уже была готова песня. Вот, и я тут же связался с поэтом, со Степаном Кадашниковым, вот, и спросил у него разрешение использовать эти стихи в этой песне. Он, конечно же, ну, доверился, так скажем, мне. И потом уже через некоторое время я ему уже показал готовую песню, и ему, ну, он очень высоко оценил, и мне это было очень приятно. И вы тоже оценили эту песню. А, может, мы послушаем? Да, давайте ее сейчас послушаем. Летела с фронта по ходу. Воронка на молодого пацана. А он живой лежал в воронке, ах, как бежала сна война. И проползали мимо танки чужая речь, а он лежал. И вспоминал сестру и мамку, лежал и тихо умирал. Пробита грудь была на вылет, и кровь струилась. В черный снег, а он глазами голубыми встречал последний свой рассвет. Нет, он не плакал, улыбался и вспоминал родимый дом. И пересилив боль поднялся, и автова подняв трудом. Он в перегушенные лица горячий выплеснул свинец. Приблизив этим на минуту войны безжалостной конец. Летела с фронта похоронка, уже скучался почтальон. Солдат, закрыв глаза в воронке, на миг опередил ее. Летела с фронта похоронка, уже скучался почтальон. Песня потрясающая, и в таких традициях. Я воспитан на таких песнях, и мне все время хочется даже встать, когда исполняются такие песни. Во многом, на самом деле, нужно сказать слова благодарности аранжировщику. Это Андрей Токарев. Он дирижер ансамбля «Ленво». Очень талантливый человек. И он, конечно же, в аранжировку этой песни привнес как раз-таки дух того периода. То есть он ее наполнил вот этими... Оживил. Оживил тем материалом. Материалом из той эпохи. Почему гармошечка так здорово звучит здесь. Ну, как бы баян. Да. Продолжаем нашу тематику. То, что пережили наши деды, да. До кого-то еще отцы даже. До кого-то и отцы, да. Это все живо. Об этом надо помнить. И это не случайно ты этим, да, занимаешься? Как ты пришел к НКТ? Нет, на самом деле... У тебя в джингород есть репертуар совершенно. Нет, это репертуар мой. Я давно им занимаюсь. Это то, что меня все время... Ну, как бы... Не будоражит. Нет, не будоражит. Волнует. Волнует. Вот именно волнует. Да, беспокоит, волнует. Меня волнуют очень многие вопросы, связанные с этой темой. То, что сейчас не бог весь что создают мои коллеги. Например, какие-то фильмы совершенно непонятные, где вдруг немцы предстают в каком-то образе благородства какого-то. Их можно перечислять сейчас. Битва за Сталинград. Вот это Зоя сейчас, новый фильм вышел совершенно, где, опять же, тот же самый фашист, убийца, кровопийца, вдруг показан с какими-то благородными тонами. Вот, то есть этих фильмов много. И идет совершенное как-то переначивание, выворачивание, да, наизнанку совершенно вот этих вещей. И не хочется забывать об этом. Мне лично не хочется забывать об этом. Забывать о той трагедии, особенно трагедии Петербурга, Ленинграда. Город, который пережил самые чудовищные 900 дней всей этой войны. Я понимаю, что везде на фронте, везде в оккупированных городах были тоже и лишения все эти, и голод был и так далее. Но тут весь город голодал. Полтора миллиона человек, полтора миллиона человек просто как один голодали. Это же ужасно. И голодали-то не просто голодали, а под бомбежками, под постоянным вот этим прессингом, да, то есть как бы войны. Мороз, холод, жуткий. Отсутствие, да, тепла. Да, просто это та самая картина. И представляете, и вдруг выходит фильм какого-то, 18-го, да, или 19-го года, который называется «Праздник». А это комедия на тему блокады. Да вы что, совсем с ума сошли? Как так? И вот именно поэтому та песня, которая называется «Моя песня, я снова там», это песня о том периоде, да, то есть который пережил ребенок. Это именно как бы по моему представлению то, что могло бы быть, ну вот каким-то таким толчком, стержнем, да, который вдруг, который в этом ребенке остался, который он пронес через всю свою жизнь. И вот это уже как бы мысль взрослого человека, но через призму тех переживаний, что произошло во время блокады для него. Давай послушаем, Сережа, песню. Прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю, но передачи такие короткие. Я снова там, где только ад, голодный ад, холодных дней. Безнеможенный Ленинград, весь в тенях немощных людей. И я смотрю на силуэт, идущий медленно к Неве. Кричу я, мама, маме вслед, но остается крик во мне. Я все готов сейчас отдать, чтобы пройти путь за водой с тобой. И никогда не знать, как смерть сверела той зимой. Там снова бой, зенитка бьет, и с неба жалят трассера. Прожектор тьму свирепор рвет, чтобы достать в ней мессера. Отец лежал, и грудь в крови в последний миг рукой прикрыл. Карман, где карточку семьи, как всю любовь свою хранил. Я здесь, Отец, я вновь с тобой, ты многих спас. И страшный час, бессмертный шаг, смертельный бой. С тобой я сделал бы сейчас. Те дни в судьбе, как два рубца, все чаще с болью. Вижу сны, как не прикрыл я грудь отца, Как маме не набрал воды. Я снова там, где только ад, Голодный ад, холодных дней. Но бьется город Ленинград, Стоит, как крепость для людей. И сотни тысяч тонких рук Меня над городом подняв, Укрыв дитя от зла и мук От зла и мук Все жизни за одну отдав. Вы стали совестью людской. Вы честь и доблесть той войны. Мы сохраним мир и покой. Мы, ваши внуки и сыны. Спасибо большое за песню. Вот и очень хорошо, что они авторские. И, ну, мне кажется, это такое противостояние тому, что сейчас происходит. Ты как-то выходишь и напоминаешь людям. Люди, опомнитесь, вспомните, что с нами было. Ведь самое главное, не нужно забывать, что с нами сделали. Вот что не нужно забывать. Что с нами сейчас сделали. Да, да, да. И делают. Потому что, я говорю, те образы, которые сейчас навязываются, Они совершенно не соответствуют действительности в том, что это действительно было. Когда нам начинают, там, Коля из Уренгоя что-то там рассказывать, Им в Буддыстаге просить прощения за то, Что за то, что под Сталинградом убили невинного, убиенного, там, невинного какого-то немца, Да вы что, с ума сошли? Да он же шел сюда. Он же шел сюда. И явно, даже если он не сам шел, даже если он шел по призыву, Но он прошел по этой земле до самого Сталинграда. Он выжигал огнем. Он стрелял в наших женщин, в наших детей. Ладно, солдат. Солдаты, как говорится, это работа их. Это то, что они, это судьба, которую они приняли на себя. А дети? А почему дети должны страдать? А он прошел по ним. Он буквально прошел по ним. И мы должны за него просить прощения. Да вы что? Поэтому, как бы, да, для меня это очень такая тема, очень животрепещущая. Да, то есть, ну, мое сердце откликается на это. Я не могу, как бы, ну, как-то хладнокровно это воспринимать. Я всегда это воспринимаю очень яростно бросаюсь. Яростно в атаку. Вот, хорошо, что вот интересно сегодня, что у нас с вами программа получилась такая, что две песни я исполнил авторские. И я бы хотел, чтобы и третья была песня была тоже авторская. И она тоже о Ленинграде, она тоже о блокаде. И о самом, так скажем, эпизоде, даже не эпизоде, нет. Это, наверное, такое место, самое такое благородное место, самое, наверное, самое важное место для Ленинграда – это дорога жизни. Интересно то, что многие сейчас, я не знаю, как этих людей назвать, но многие говорят, что не дорогой жизни называли, называли дорогой смерти. Я понимаю, это возможно, именно так и было. Потому что, ну, это было не для Ленинграда. Это было, наверное, для тех людей, для тех мужчин, которые ехали на этих полуторках. Они ехали, да, по дороге смерти, потому что их жизнь могла закончиться в любой момент именно на этой дороге. Но для Ленинграда эта дорога все-таки была дорогой жизни. И если бы так же не думали бы эти водители этих полуторок, наверное, они не совершили бы своего подвига. Вот этого ежедневного страшного подвига. Поэтому, по моему исключительному мнению, я считаю, что, друзья, давайте все-таки называть эту дорогу дорогой жизни. Вот. А песню, которую я хочу вам представить, показать, она была написана два года назад. И в премьеру этой песни я пел в зале у Финляндского вокзала, тоже так же, в дни снятия блокады. Вот. И, ну, не было предела моему восторгу, когда люди встали на эту песню. То есть, после первого же куплета, припева, то есть, когда люди услышали слова о святой дороге жизни, да, люди встали. И это было что-то потрясающее, что-то удивительное. А давай, Сереж, вот, ну, в передачу сейчас просто помолчим, как бы минуту молчания сделаем, и попросим наших зрителей тоже, чтобы помолчали хотя бы минуточку. Вот раньше такое же было. На телевидении? Возможно. Нет, на телевидении не знаю. Нет, минуту молчания на всех концертах, 9 мая посвященные, посвященные победе, посвященные 22 июня, началу блокады и так далее. То есть, это, конечно, там минуту молчания всегда бывает. Давай немножко так посидим. Давайте. Ты не против? Я с удовольствием. А потом песня пойдет. Свет в изможденное лицо Сегодня прорвана блокада Долой смертельное кольцо С опухшей шеей Ленинграда Кто в людоломне выжить смог Над хлебной пайкой Зубы стисни Из всех проложенных дорог Запомнит лишь дорогу жизни Не с честь дорог Моей отчизны Из них святая есть одна Ее зовут Дорогой жизни К тебе проложена она Ползет полуторга в потьмах Водитель знает цену рейсу Тут жизнь рассыпана в мешках И раздается лишь по весу Под колесом неверный лед И смерть слетает прямо с неба А непокорный город Ждет Кусок спасительного хлеба Не с честь дорог Моей отчизны Из них святая есть одна Ее зовут Дорогой жизни К тебе проложена она Кто не дожил Не суждено Здесь от снаряда Неворонка Еще один пошел на дно Пошла кому-то похоронка И сколько было их таких В прицелах не до высшей расы Менявших мертвых Ноживи На самой оживленной трассе Не с честь дорог Моей отчизны Из них святая есть одна Ее зовут Дорогой жизни К тебе проложена она К тебе проложена она К тебе проложена она Наша передача подошла К концу К сожалению Быстро да Да Потому что очень хочется Эту тему Больше поговорить Вот с нами был Сергей Языков Певец Лауреат международных конкурсов Просто хороший человек Который помнит И хочет чтобы Люди тоже помнили Помоги Господи Спасибо Господи Всего вам доброго Божьей вам помощи И Божьей благословения На добрые дела Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok